Здравствуйте! Лето сменилось осенью, а осень вскоре отдаст свои владения зиме. Казалось бы, это прекрасное время для покупки новой одежды, не так ли? Но есть одна проблема, не все дамы понимают, как утеплиться без особого вреда для гардероба. Узнайте, какие 10 фасонов юбок рассматривать в магазине для осенних и зимних образов дамам 55+. Классическая юбка-карандаш должна быть в гардеробе у каждой женщины. Особенно это касается поклонниц делового стиля. Эта модель вне времени и вне сезона легко сочетается как со строгими рубашками, так и со свитерами свободного кроя. Достаточно лишь вспомнить выходы Меган Маркл или Амаль Клуни, и сразу станет понятно, как вписать юбку-карандаш в свой гардероб. Слишком обтягивающие модели на женщинах после 55 будут смотреться неуместно. Такая юбка хорошо дополняет деловые образы. Еще один тренд, на который следует обратить внимание, это, конечно же, изделия из кожи и кожзама. Сейчас эти изделия существуют в самых разнообразных вариантах. Если говорить именно про зиму, то, безусловно, преимущество получает длина миди. Самый популярный способ ношения юбок в холодное время года – это создание образов с высокими сапогами. То есть, когда верхняя кромка сапог скрывается под юбкой. Это практично, тепло и, самое главное, смотрится весьма красиво. Следующий тренд на сегодняшний день – это стеганые юбки. Определенно, к этому тренду стоит обратиться за помощью тем дамам, которые не любят быть в большинстве. Другими словами, не любят покупать тот предмет гардероба, который, вероятнее всего, увидят на ком-то другом, прохожим или близкой подруге, но единственной. И в то же время большой минус вещей такого вида – их достаточно сложно приобрести. Даже если приглядеться к понравившимся фасонам, их будет действительно трудно найти даже в интернет-магазинах. Поэтому стоит проявить терпение и упорство, чтобы приобрести такую юбку. Те женщины, которые уже хотя бы раз прошлись по магазинам за эту осень, обратили внимание на обилие вельветовых юбок. Это еще один тренд в мире моды, поскольку вельвет действительно находится сейчас в приоритете. Если же поставить выбор между животным принтом и юбкой, изготовленной из вельвета, то изделие из этого материала определенно легче ввести в уже готовый гардероб. Длина юбки не особо важна, но к большому удивлению стилисты советуют присмотреться к длине чуть выше колена в начале осени и к длине макси уже где-то в конце ноября. Юбки с разрезом – еще один тренд в мире моды этой осенью, плавно перетекающий и в зимний тренд. Зачастую это выразительный боковой разрез, который иногда сопровождает молния на передней части изделия. Это удобно, поскольку при наличии молнии можно самостоятельно регулировать высоту разреза на юбке. Также встречаются модели без различных застежек. В таком случае разрез находится ровно посередине юбки, выгодно подчеркивая фигуру. Твит, драп и трикотаж – вот настоящее спасение в холодное время года. Но основное внимание все же заслуженно получают именно юбки из трикотажа, которые не первый сезон взрывают все подиумы из-за разнообразия фасонов и фактур. Особенно красиво смотрится трикотажный комплект, который включает в себя юбку длины миди и джемпер в цвет юбки. Но и у трикотажных изделий есть один минус – это продуваемость. Единственное, что может спасти в этом случае – покупка длинного зимнего пуховика или пальто, который не даст замерзнуть. Юбки с каскадами шуршащих оборок – самый романтичный тренд нового сезона. В таких моделях так и хочется закружиться в горячем испанском танце фламенко. В коллекции Зиммерман и Юла Джонсон представлены многослойные макси-юбки, усыпанные принтом. Также рассмотрите женственные воздушные модели с рядами игривых оборок, которые подойдут для романтического свидания. Юбки из денима – это отличная альтернатива любимым джинсам. Они могут быть как короткими, так и длинными, состоять из нескольких оттенков денима или однотонной ткани. Селин в новой коллекции «Осень-зима» сочетает джинсовую миди-юбку с вязанным гардеганом, похожим на кофту из бабушкиного гардероба. Также мы можем увидеть на подиумах трехцветную модель в туэте с черной рубашкой и еще комбинации юбки с базовой белой футболкой и твидовым жакетом. Если говорить именно о принтах, то в этом сезоне особо ничего не изменилось. В моде все так же остаются анималистические принты, всеми любимый леопард, необычная зебра, и даже принт, отдаленно напоминающий питона. К слову, леопард вернулся в бой с новой силой. Особенно сильно это заметно по юбкам длины Макси. Также не стоит забывать и про клетку, которая может быть самой разнообразной – яркая, шотландка, мелкая и крупная. Популярностью на сегодняшний день пользуются изделия именно с сочетаниями двух видов клетки, то есть это игра на объемах. Еще один тренд этой осени – плесе. Сегодня плесерованную юбку по вкусу может подобрать любая женщина, поскольку этот тренд все так же не теряет позиции. Доступность, а вдобавок еще и огромнейший выбор – все плюсы явно преобладают над незначительными минусами. Для того, чтобы выбрать идеальную юбку на холодное время года, совсем не обязательно быть асом в мире моды. Достаточно лишь следовать основным трендом из собственной интуиции. До свидания!